Юные футболисты из шахтерских городов края поборолись за звание лучших и получили шанс попасть под опеку Красноярского Енисея. В городе провели новый турнир по детскому мини-футболу. Можно ли, живя в маленьком городке, попасть в большой спорт? И когда лучше отдать своего ребенка в секцию, чтобы он достиг успеха? Об этом в сюжете Елена Сенкевич. Первого же соперника команда из Бородино обыграла в сухую со счетом 3-0. Юный футболист Саша Марков считает это личным успехом. Надеется в краевой столице. Его заметят тренеры красноярских команд. Стараюсь попасть в какой-нибудь футбольный клуб, потом продвигаться к популярным клубам. Но сейчас я все занимаюсь футболом. Какая у тебя самая большая футбольная мечта? Попасть в футбол Барселона. И шанс попасть в большой спорт сегодня есть у каждого в этом манеже новых легенд футбола. Ищет лучший за всю историю Красноярского Енисея бомбардир Вадим Белохонов. По словам спортсмена, чаще всего успехов добиваются именно провинциальные футболисты. Но тем, кто не собирается связывать свою жизнь с футболом, эти соревнования тоже важны. В принципе, для них это в жизни пригодится. То есть они будут заниматься какой-то деятельностью, но параллельно будет спорт. Это здорово. И в принципе, это поможет даже в труде, где они там будут трудиться. Причем в небольших городах сейчас создают лучшие условия вне зависимости от вида спорта. Искусственные поля, выезды на престижные турниры и хорошая база тренеров. Родителям остается только привести ребенка в секцию. И чем раньше, тем лучше, уверяют специалисты. Надо давать самых ранних лет, потому что ребенок в таком возрасте легко обучаем, получает все необходимые важные жизненные позиции, ценности. Безусловно, в таком возрасте закаливается характер, ребята проявляют свои лучшие качества. Развивать детский спорт в крае помогает и сибирская угольно-энергетическая компания. СОЭД присоединилась к всероссийским проектам «Минифутбол в школу» и тысяча юных футболистов. Последний дал шанс детям поучиться у тренеров Академии ЦСКА. География турнира будет расти, количество команд будет расти. Ну и интерес к футболу позволит нам привлечь большее количество детей к занятию спортом. Ну и в целом позволит поднять уровень мастерства и поднять уровень воспитания нашего молодого поколения. Футбол – одна из самых популярных, но далеко не единственных игр в крае. Во многих, в том числе шахтерских городах, таких как Назарова, Шарыбова или Бородино, развивается рыбийное движение. Угольщики проводят краевые турниры вместе с российским чемпионом – красноярской командой ЕДСЕСТМ. Последние подобные соревнования были в мае в городе Назарова. Кроме того, угольщики развивают шахматы в школах. С начала года шахматный проект СУЭК победил в двух престижных федеральных конкурсах. В компании уверены, даже если ребята не свяжут свою жизнь с большим спортом, полученная закалка и дисциплина помогут им стать отличными специалистами в других отраслях и прежде всего в угольной. Елена Сенкевич, Дмитрий Комаров, 7 канал.